Здравствуйте, в эфире Курзанское телевидение, программа «Взгляд из Венспаса», события «Люди-мнение» в студии Анны Егер. Сегодня мы заглянем на выставку в замок Ливонского ордена, узнаем об ограничениях движения транспорта на выходные и выясним, как продвигается реформа порта и реализация проекта создания индустриального парка. Оставайтесь с нами. На венспасских предприятиях, перегружающих опасные грузы, таковых венспасе сейчас 8, проходит проверка. Задача специалистов оценить, насколько соблюдаются правила безопасности. Не угрожает ли деятельность таких предприятий жизни и здоровью горожан? Объем грузов снизился, он не такой большой, как в свое время был, но все равно безопасность, как вы понимаете, должна быть превыше всего, и поэтому такие проверки производятся. И в данном случае это в трех предприятиях. Это «Вентбукерс», «Венталтерминал» и «Балтиколтерминал». В комиссию входят и представители самоуправления. Пока фактов о нарушении правил безопасности не констатировано. А тем временем продолжается дискуссия относительно реформы Венспасского и других латвийских портов. К сожалению, она застряла, потому что по графику было предусмотрено, что до 30 июня уже конкретные предложения с конкретным текстом изменений в законе и так далее будет подано в кабинет министра. Но, к сожалению, это не случилось. Со своей стороны самоуправление представило варианты реформы порта в Венспасе. Если Министерство транспорта примет решение отделить классический порт от промышленного, то Венспасское самоуправление нуждается в полной информации о том, какова на сегодняшний день ситуация именно в промышленной части. Мы просили уже 14 июня в официальном письме, что нам необходима полная информация. Но, как вы видите, три недели прошли, ничего не изменилось, ничего мы не получили из свободного порта. Против вариантов, которые предлагает Венспас, выступает Лепая, так как их устраивает нынешняя форма управления свободным портом. Лепая категорически против такой реформы, потому что, конечно, на сегодняшний день они считают, что у них все порядки. Грузы не больше, но и не меньше на уровне, что достаточно хорошо в этих условиях. И они, конечно, у них в правлении три представителя самоуправления и три представителя предпринимателей, которых назначает решением Думы самоуправление. То есть у них по существу шесть представителей из девяти. В нашем случае, как вы знаете, осталось и в Риге также, да, там четыре представителя из четырех министерств. Представители самоуправления уже пятый год не представлены, значит, в управлении свободных портов в Риге Венспаса. Еще один актуальный вопрос на сегодняшний день – создание индустриального парка. Первый конкурс на строительство солнечного парка не увенчался успехом. Поэтому был объявлен второй конкурс, который завершится в понедельник. Если будет таких инвесторов, то, конечно, у нас нет возможности реализовать такой проект, потому что там сроки очень сжатые, необходимо достичь конкретных критерий, рабочих местах, инвестиций, которые должны сделать эти предприниматели, которые там придут, да. Иначе мы должны будем оплатить обратно те европейские средства. Интерес потенциальных инвесторов из-за рубежа очень-очень снизился. И это, конечно, связано с геополитической ситуацией. Так что у нас единственная надежда на предпринимателей, которые уже здесь работают, которые, несмотря ни на что, имеют планы развития. Стоимость первого этапа проекта развития индустриального парка – 17 миллионов евро. Софинансирование Евросоюза планируется в размере 10 миллионов евро. На территории будущего индустриального парка по проекту должны работать технологические инновационные предприятия, которые будут использовать возобновляемую энергию для обеспечения производственного процесса. Для развития парка отвели территорию площадью 525 гектаров, которые поделят на три функциональные зоны – высокотехнологичное производство, производство зеленых технологий и зона зеленой энергии. Созданная инфраструктура должна способствовать привлечению частных инвестиций и созданию новых рабочих мест. Внимание пассажиров общественного транспорта! 13 июля с 14.00 до 15.00 будут значительные задержки на всех городских маршрутах и некоторых региональных. Как сообщает предприятие «Венсплсрейс», это связано с тем, что в этот день в городе будет проходить традиционный слет байкеров «Курландбайкмид». Из с двух до трех дня состоится парад по улицам города, а значит, будет ограничено движение по улицам, на которых ежедневно происходит интенсивное движение автотранспорта. С 13.00 будет закрыто движение по улице Вассорницу от Айспутес до Инженеру. Это значит, что автобус номер 23, который отправляется от улицы Целтников в 12.45, будет курсировать только до центра. Подробнее с изменениями можно ознакомиться на домашней странице предприятия «Венсплсрейс». Визуальный язык художника Мариса Чачки неизменно абстрактен. Даже в названиях его картин присутствует лишь набор букв, намекающих на тайну, которую предстоит раскрыть. Название выставки «Принятие» уже изначально настраивает на то, чтобы остановиться. Все зависит от нашего внутреннего опыта, желания раскрыться, рассказать и поделиться. В том числе и с художником. Что же они почувствовали и увидели? Абстракционизм позволяет нам интерпретировать. Посетители выставки более-менее готовы к изучению живописной техники, а эксперты особенно ценят авторский стиль художника. Я считаю, что Марис Чачка – один из интереснейших современных абстракционистов в Латвии. В этом замке это выглядит особенно эффектно, так как фактура картин перекликается с замком, с фактурой стен. И эта тайна, которая спрятана в картинах – вопросы без ответа. Мы точно не знаем, на что смотрим. На званиях есть какие-то инициалы. Мы не знаем, портрет ли это, или ситуация, или фантазии. И это очень созвучно с исторической средой, которую мы тоже можем дофантазировать. С этими работами я знакома на протяжении нескольких лет. Была выставка в Талсе, и я была на открытии, чтобы встретить автора. Здесь показаны работы в необычной технике. Они не написаны кистью. Они выглядят как свидетельство предыдущих столетий. В повседневной жизни Марис Чачка – руководитель музея Марка Ротко. Но в душе он художник-экспериментатор. За спиной он имеет более 19 персональных выставок в Латвии, не менее 13 за рубежом, а также регулярное участие в пленэрах, в том числе и в Венсплсе. Если хочешь увидеть, как стены принимают работы, то надо прийти на выставку принятия. Я считаю, что выставка в целом достаточно оптимистична. Так же, как и сам Марис Чачка. Он направляет культуру латгайского региона. Я считаю, что эта выставка достойна внимания. Брызги акриловой краски или графика на зеркальных поверхностях напоминают игры. Тем не менее, в этих цветочных салютах присутствует намеренное послание. Для достижения идеального отпечатка они должны быть нанесены горизонтально. Эта смешанная техника использована по той причине, что тут я применяю акриловую краску. Я использую эту смешанную технику так, как использую приемы графической техники. Здесь выраженная монотопия. На четвертом этаже экспонирована графика. Четыре небольшие работы на зеркальном картоне. Они напечатаны в традиционной технике. Их дополняет акриловая композиция на холсте большого формата метр девяносто на метр девяносто. И работы поменьше метр на метр. Выставка принятия специально создана для замка Ливонского ордена и является вторым проектом, поддержанным Государственным фондом культурного капитала. Сразу после Мариса Чачки в середине сентября планируется открытие выставки широкоформатных работ латвийской художницы Аи Зарени. Венспанский комбинат благоустройства сообщает, что продлен срок приема заявок на участие в 22-м международном фестивале цветочных ковров. Сегодня, 12 июля, последний день подачи заявок на 22-й международный фестиваль цветочных ковров. Фестиваль пройдет со 2 по 4 августа в рамках Венспанского городского праздника. Этот фестиваль, ставший первый в странах Балтии, до сих пор остается единственным в своем роде в Латвии. Каждый год для фестиваля цветочных ковров традиционно выбирается девиз, который становится темой творческого задания для участников. В этом году фестиваль пройдет во время Олимпийских игр в Париже, выражая поддержку олимпийцам из Латы и Венспанса и всего мира. Девиз 22-го международного фестиваля цветочных ковров – «Красочные цветочные игры». Общий призовой фонд фестиваля составит 1600 евро. Кроме того, каждая команда, выполнившая задания согласно правилам конкурса, получит гарантированный приз в размере 400 евро. Всем участникам будет представлен бесплатный ночлег в Венспансе, а также приглашение на заключительное мероприятие городского праздника в Саду Ренте. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Девушки отдыхают Девушки отдыхают